Церемония вручения дипломов МБА состоялась в императорском сале Казанского университета при участии ректора Ильшата Гафурова. Вы сегодня также будете получать и диплом МБА Казанского федерального университета, и сертификат АММА. В высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета стартовала программа обучения кадрового резерва президента республики Татарстан. Кадры сегодня решают все. Человеческий капитал никто не отменял, как сказали мудрые люди, что можно все построить, но этим должны руководить люди, подготовленные люди. Выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение» открылась в главном здании Государственного музея изобразительных искусств республики Татарстан. Все навыки, наработки, наши фонды, наш интеллектуальный потенциал, не только нашего музея, естественно, а всего музея Милосообщества, он был востребован. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Энджи Минибаева. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась церемония вручения дипломов МБА. В этом году их получили 82 слушателя. Мероприятие прошло при участии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, председателя итоговой аттестационной комиссии программы МБА Валерия Сорокина, директора высшей школы бизнеса Алсу Ахмедшиной и других. Сегодня высшая школа – это состоявшаяся организация, которая аккредитована сегодня международных различных агентств. Но главным является, конечно же, АМБА. И вы сегодня также будете получать и диплом МБА Казанского федерального университета, и сертификат АМБА. Высшая школа бизнеса – это универсальная площадка, которая отвечает вызовам времени, готовит успешных, эффективных менеджерам по программам МБА. Школа соответствует высоким стандартам и требованиям, предъявляемым бизнесом образованию. До 2017 года в школе создан и функционирует Международный попечительский совет. Позвольте поздравить нас всех с очередным 24-м выпуском на программе МБА. Этот выпуск составляет 82 человека. Это самый многочисленный выпуск со дня создания программы в 2000 году. А общее количество выпускников программы МБА составило 1106 человек. В завершении мероприятия выпускники МБА выступили с ответным словом, в котором поблагодарили Высшую школу бизнеса Казанского федерального университета и всех партнеров программы за приобретенный опыт и знания. Елизавета Никитина, Ленардо Влитяров, Универньюз. На площадке Высшей школы Государственного и Муниципального управления Казанского федерального университета состоялось открытие программы кадрового резерва президента Республики Татарстан. О целях и задачах программы узнаете далее. Подготовка руководящих кадров высшего эшелона – это главная цель программы кадрового резерва. В рамках учебного процесса слушатели-резервисты проходят стажировки в муниципалитетах и министерствах, а в финале представляют практические проекты, которые в дальнейшем при помощи наставников реализуются в Республике Татарстан. После первой встречи с президентом назначаются кураторы. Это из высших должностных лиц. Премьер-министр, заместитель Государственного совета – это вице-премьеры. За каждым куратором закреплены непосредственные наставники, которые и ведут их в течение этого года до защиты проекта. В открытии седьмой программы кадрового резерва принял участие руководитель Департамента Государственной службы и кадров при президенте Республики Татарстан Александр Белов. Также с лекцией о мастерстве управления выступила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, которая является одной из первых выпускниц программы кадрового резерва. Слушателями стали 20 участников. Отметим, что изначально желающих попасть в программу было порядка 300 человек. По словам директора школы, на руководящие должности в предыдущие года было назначено около 60% выпускников. Кадры сегодня решают все. Человеческий капитал никто не отменял. Как сказали мудрые люди, что можно все построить, но этим должны руководить люди. Подготовленные люди сегодняшний посыл президента нашей Республики, президента Российской Федерации о том, что кадры нужно готовить заранее. 17 июля для слушателей программы состоится уже первый тренинг. Обучение проходит в течение одного года. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс. В Казанском Федеральном Университете стартовал конкурс на присуждение стипендий первичной профсоюзной организации студентов. На выплаты могут претендовать отличники учебы, обучающиеся в вочной форме обучения и на контрактной основе. Немаловажное и активное участие студентов в разных сферах деятельности. Участниками конкурса могут стать студенты 2-го, 4-го курса в бакалавриата и 2-го курса магистратуры Казанского университета, которые состоят в Общероссийском профсоюзе образования. В главном здании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан открылась выставка «Собор Казанской иконы Божьей Матери. Возрождение». Проект приурочен к празднованию 21 июля явлений Казанской иконы Божьей Матери и освящению Казанского собора Казанского Богородицкого монастыря. На открытии выставки присутствовали метроболит казанский и татарстанский Кирилл, министр культуры Ирада Аюпова, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета Дмитрий Щелкунов, заведующий отделом рукопсии редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета Эльмира Амирханова и другие. «Впервые музейное сообщество было вовлечено в столь великолепный, уникальный проект. То есть все навыки, наработки, наши фонды, наш интеллектуальный потенциал, не только нашего музея, естественно, а всего музейного сообщества, он был востребован». Митрополит казанский и татарстанский Кирилл выступил перед гостями и поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении собора Казанской иконы Божьей Матери. «Для нас очень важно, что это дело воссоздания собора, оно стало таким делом объединения очень многих людей, разных взглядов на жизнь вообще, разного рождения, разного расповедания. То есть люди разные, но объединились в одном великом деле». Напомним, что в день празднования иконы 21 июля состоится освящение воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери. Стоит отметить, что на выставке был представлен ряд православных кириллических книг отдела рукописи и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. «Мы еще показываем очень важное влияние западноевропейской традиции, гравюры на создание этих ликов в соборе Казанской иконы Божьей Матери». Также на выставке представлены гравюры 16-18 века, которые показывают события из жизни Иисуса Христа и Богородичный ряд. Большая часть гравюр происходит из коллекции Григория Мешкова, почетного члена Императорского Казанского университета. Выставка «Собор Казанской иконы Божьей Матери. Взрождение» отражает уникальный опыт сотрудничества широкого круга специалистов и живого процесса работы по воссозданию Казанского собора Казанского Богородицкого монастыря. Проект станет знаковым событием в культурной жизни России и Республики Татарстан. Выставка будет открыта до 26 сентября. Пресс-показ выставки «Глобальный мир татарской книжности» состоялся в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Экспозиции предлагают взглянуть на редкие книги и рукописи сквозь призму развития татарской культуры. Побывала в стенах библиотеки наш корреспондент Диана Желенкова. Артефакты, представленные на выставке, охватывают различные эпохи прошлого тысячелетия. Посетители могут увидеть древние эпитафии, эволюцию почерков, символы эпохи Золотой Орды и другие книжные памятники. Экспозиция дополняется современными элементами. Это цифровые экспонаты и аудиоотрывки из радиотрансляций. Свой вклад в организацию выставки внес Казанский федеральный университет. Книги из фонда научной библиотеки имени Николая Лобачевского представлены в разделе «Исламская эстетика», с которого и начинается путешествие по выставке. Именно здесь выявляются самые ранние памятники тюрко-татарской письменности, созданные именно в нашем регионе и на разных языках. Перед нами персидская рукопись, и также мы показываем образец переплета, также 17 века. В числе экспонатов Казанского федерального университета и рукопись на тюркском языке с элементами использования русского языка, что показывает очень раннее взаимодействие двух разных культур. Также часть рукописей из фонда библиотеки КФУ представлена в цифровом формате в виде постеров. Вот так, например, несколько изданий, оливбы уже на кириллице, которые выходили с 1939 года, представлены здесь. И также рисунки из рукописей, рассказывающих о событиях Первой мировой войны, с изображением солдат, также завершают эту выставку. Так что очень символично, что начинается выставка и завершаются книжные части выставки именно с наших экспонатов. Уже сейчас можно посетить выставку ежедневно с 11 до 20 часов. Отметим, что ее открытие посвящено Году родных языков и Народного единства в Татарстане. Диана Желенкова, Леонард Валитьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!